Первое. Российское общество не понимает вообще. Не хочет понимать. И вы знаете, что печально? Это не понимают не только те, кто выступает за войну, это не понимают даже те, кто выступает против войны. Я вот с удивлением для себя обнаружил, что они не отдают себе отчёт, как это работает, международные механизмы, в принципе. Есть глубокое убеждение, оно такое институциональное, что типа раз Россия не согласилась, то и взять ничего нельзя. Вот это вот такое сильное заблуждение. Учитывая, какая Россия в нынешнем её виде, где компрадорская власть и буржуазия все свои средства хранит на Западе, и это не только корпоративные, но и государственные ресурсы, того же ЦБ и так далее, которые заморожены и без того, прямо сейчас. Где в Америке, где в Европе. Вот есть ощущение такого, какого-то, знаете, инфантилизма. Что типа, ну мы-то не согласны, пусть Путин платит. Вот в среде тех, кто противники войны, почему российский народ должен платить. А потому что это не отделишь одно от другого. К сожалению, так даже те, кто выступает против войны путинского режима, должны понимать, что, а как вы можете разделить эти вещи? Никто не пойдёт на это. Международное право, история не знала никогда такого. Ну, Путин заберут всё это, понятно. Но хватит ли этого для того, чтобы компенсировать нанесённый урон вообще во всех сферах? И из того, до чего смогут дотянуться? Ну, это ещё большой вопрос. Теперь, что касается механизма, как быстро он будет действовать. Так это зависит от вот этой стратегии, о которой мы в начале передачи с вами сказали. Если она такая на поражение России, на победу Украины. А что такое победа Украины? Это в том числе её восстановление. Вы разрушали, вы обстрелили ракетами, бомбили, взрывали, оккупировали. Ну, так это всё надо восстанавливать. А на какие шиши-то? А пришлось защищаться от вашей агрессии. Это международное право. Это не какие-то, знаете, там, желания. Это устав ООН. Это основополагающие документы международные правовые и так далее. Которые вы же идиоты нарушили. Ну, конечно, за это придётся платить. А как же? Вот люди защищались. Они должны были покупать вооружение. Почему? Зачем бы им нужны были Украине все эти, Киеву вооружение, если бы не война? Вот для чего весь этот объём, эти миллионы снарядов даже? Не говоря о технике. За которые частично она получает в виде помощи, а где-то и платит за эту технику. И Запад тоже, который расходовал это всё. С чего это? Он должен от вашей агрессии защищать. Вы нарушитель международного права и мира, и традиции войны, в том числе, и так далее. Должны будете за это заплатить. И не будут разбираться. Государственные это активы. Корпоративные это активы. Лично Путина. Его каких-то там сожительниц. Это вообще никого больше не интересует. Этот процесс может идти быстро, если на это будет воля. Это сопряжено и с тем, что я сказал, стратегией поражения Москвы. И с последствиями. Программа последствий. А она включает и трибунал. Он, кстати, должен эти вопросы закрепить. Не то, что разрешите. Когда ещё доживи до него этот трибунал. Причём, может быть, эти суды будут идти заочно. Вади их вырви всех при наличии иммунитета и скрывающихся в России военных преступников. Но, тем не менее, это не значит, что это препятствует судам. А суд всё равно пройдёт. А как вы будете судить заочно? А вот очень легко. Навесят срок. И где бы он ни появился, его возьмут за жабры. А в том числе, попутно с этим, будет решено о репарациях и возмещениях. Которые, ну, в более широком смысле. В компенсациях там всех. Которые такой суд может одобрить. Но они могут начаться гораздо гораздо раньше. Вот мы видели пример. В Америке, например, конфисковали активы этого Малафиниева. Там что-то на... Значит, уже передают Украине. 5-4 миллиона. Сумма небольшая. Но вопрос именно правового обеспечения этой процедуры. По её поводу, да, была дискуссия очень долго. Она и сейчас частично продолжается среди минюстов, соответственно, стран-союзников Украины. Но она близка уже к завершению. То есть, нужно избавиться от рефлексии просто. Начать передавать эти деньги, ну, в какой-то международный фонд. Всё подсчитывать, всё закреплять, всё записывать. Кому, чё забрали, чё продали. Передавать на восстановление Украины. Ну, другое дело, что восстанавливать Украину, пока её продолжают бомбить, тоже, ну, идея такая, как бы. Нужно всё-таки это начинать делать после того, как мир будет восстановлен. Возможно, какие-то инфраструктурные, там, мосты и так далее. Хочешь не хочешь, пять раз разбомбить, пять раз восстановят. На ваши же деньги. Да? А, значит, но основные расходы, они будут именно после войны. После окончания войны. И это, кстати, ещё один стимул для её завершения в 23-м году. Путём выхода к границам 91-го года. Что можно было быстрее восстановить заводы, там, не знаю, инфраструктуру, всю экономическую, там, дороги, энергетику. Вот, разрушенные все эти объекты энергетики и так далее. Я думаю, что в этом году мы уже увидим значительные суммы, которые будут передаваться в такой фонд. Трастовый, видимо, фонд. Там говорят, что Джонсон может его возглавить, может, ещё какой-то крупный видный политик на Западе. И из этих средств будет восстанавливаться всё. В том числе и оплачиваются, кстати, военные заказы. И долги Украины, которые возникают в связи с войной. Ну, объективно скажем, что падение экономики, там, 40-42 процента. По разным оценкам, может, даже больше, я не знаю. Ну, как, страна воюет, производить ничего невозможно, работать невозможно, экономика лежит. Беженцы, там, 8-9 миллионов. Это тоже всё требует компенсации. Это тоже требует строгого подсчёта и компенсации. Так что, я думаю, в этом году мы уже увидим, ну, такие львиные доли сумм, которые будут переданы в такие фонды. Под контролем западных наблюдателей, там, органов, там, наблюдательные советы, там, правления и так далее. И уже какая-то часть пойдёт на оплату или на даже восстановление каких-то объектов, инфраструктуры и так далее. Думаю, этот год решающий.